Музыка 15 мая 1960 года начались летные испытания корабля. Для этого было предоставлено 7 кораблей. Первый корабль изготавливался в упрощенном виде, даже без тепловой защиты, тем более приборов и агрегатов особых не было. Главная была задача просто отработать выведение корабля и отделение его. К сожалению, первый полет оказался неудачным. Корабль был выведен на нерасчетную орбиту из-за того, что был неисправен построитель вертикали. 28 июля 1960 года состоялся второй испытательный пуск корабля «Восток». На этот раз на борту находились две собаки – «Чайка» и «Лисичка». Однако из-за аварии ракеты-носителя на первом участке выведения спускаемый аппарат аварийно отделился и разрушился при падении. Собачьи, к сожалению, погибли. Но больше повезло следующим космонавтам. 19 августа 1960 года состоялся первый успешный полет и возвращение спускаемого аппарата. На нем в полете были собаки «Белка» и «Стрелка», которые быстро стали любимцами всего мира. Основной задачей этого запуска стали исследования действия факторов космического полета на биологические объекты с целью проверки системы обеспечения жизнедеятельности человека, а также средств безопасности его полета и возвращения на Землю. В катапультированном контейнере, кроме двух собак, находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, некоторые виды микробов и другие биологические объекты. Были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета на физиологические, генетические, цитологические системы живых организмов, которые убедили ученых в правильности выбранных направлений. 1 декабря 1960 года был запущен очередной корабль космический. Полет его проходил нормально, он выполнил программу орбитального полета, но при спуске нерасчетно сработала система тормозной двигательной установки, и приземление должно было быть в нерасчетном районе. Спускаемый аппарат подорвали, но, к сожалению, собачки, которые находились на борту, погибли. 22 декабря 1960 года был произведен очередной пуск ракеты-носителя, но он тоже был неудачным. Тем не менее, спускаемый аппарат аварийно отделился и приземлился, поэтому собаки, которые были на борту, стали живы, и все благополучно завершилось. 9 марта 1961 года состоялся испытательный пуск уже новой модификации корабля, корабля 3КА. Собственно, на таком корабле летал уже и Юрий Гагарин. И на этом корабле уже помещался манекен человека, в шутку его назвали Иван Ивановичем, а также собака Чернушка. Этот полет, наверное, был первым действительно успешным полетом, потому что полностью была выполнена программа орбитального полета. Спускаемый аппарат успешно вернулся, а манекен катапультировался. Ну, кроме собаки-манекена, значит, также тоже там размещались живые организмы, мыши, и также это тоже был получен ценный материал для исследований и подготовки следующих полетов. 25 марта 1961 года стоялся последний испытательный пуск корабля «Восток» 3КА. На борту находился также манекен и собака. Полет был полностью успешным, вся программа была выполнена. Также спускаемый аппарат вернулся, и манекен катапультировался. Вот таким образом была совершена программа летно-конструкционных испытаний. И, собственно, по результатам программы было доложено о готовности запустить человека на борту космического корабля. Ну, кроме испытаний космического корабля, конечно, шли постоянные испытания и, собственно, ракеты-носителя. Поскольку в основе ракеты-носителя для вывода корабля находилась ракета Р-7, первые две ступени ее производились к тому времени уже в Самаре у нас, и были отработаны. Но нужно было создать еще третью ступень и, собственно, самим кораблем, и с блоком Е, как его называли. То есть в ходе испытаний ракет было произведено 46 пусков. К моменту окончания летной отработки космического корабля «Восток» было произведено 46 пусков ракеты-носителя Р-7, первой и второй ступени ракеты, и 16 запусков блока Е, то есть третьей ступени ракеты-носителя. Из 16 блоков Е 6 блоков не сработали из-за аварии ракет-носителей, и два блока из-за аварии самого блока. В отчете по итогам экспериментальной отработки кораблей «Восток» были сделаны следующие выводы. Экспериментальные полеты кораблей-спутников «Восток», произведенные в период с 28 июля 1960 года по 25 марта 1961 года, позволили надежно отработать конструкцию и бортовую аппаратуру корабля. Вместе с этим отработан также комплекс средств, обеспечивающих выполнение одновитковой программы полета и осуществление посадки в заданном районе Советского Союза. Таким образом, этап подготовки корабля спутника «Восток» для полета человека в космическое пространство завершен. Полученные результаты позволяют осуществить первый полет человека в космическое пространство по отработанной программе. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одной важной задачей подготовки первого полета человека в космос стало создание космического командно-измерительного комплекса. Он включал в себя средства навигации и управления косметикой.